Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец у нас тема Староверы, диссиденты И когда я эту тему анонсировала Я подумала, что она такая провокационная Название имеет Потому что именно Судьбы, о которых мы будем говорить сегодня Они в какой-то мере отвечают Названию диссидентства Потому что это люди Которые выходили из какого-то привычного Своего круга жизни Общения Судьбы И делали что-то такое Нетривиальное и нестандартное Однако Сегодня утром Изучая книгу Зиновии Зиминой Старообрядцы в Екопилсе Я наткнулась на это название Диссиденты Она тоже упоминает этот термин Применительно к староверам Потому что В какой-то мере и сама Она считает, что Эти люди Были Своего рода бунтарями Людьми, которые не Подчинялись Навязанным им правилам Итак, сегодня мы изучаем Староверие и диссидентство Вместе с Владимиром Кононовым Человеком, который представляет Старый, древний Род Русских староверов Живших в Латвии И Всю жизнь Проработавших на благо Этой земли и страны Добрый день, Владимир Добрый день Мы приглашаем радиослушателей Звонить в студию По телефону 672-12-93-9 672-13-93-9 Может быть Задавать вопросы Какие-то Нашему гостю Владимиру Кононову И Делиться, может быть Своими впечатлениями Или Воспоминаниями Если они Каким-то образом Связаны были Со старобрядчеством Со староверием И Несут В своей Ну так сказать Жизненной матрице След Вот этого Этой генерации Людей Приверженцев Старого Православного Обряда Итак Немножечко Вернемся В историю И Напомним Что В середине 17-го века Нынешние Восточные территории Латвии Латгалия Входившая С 1581-го года В состав Речи Посполитой И Вассальная Ей же Курлянская Герцогство Обезлюдили В результате Череды Польско-шведских Войн И эпидемии Чумы Которая С 1657-го По 1661-й Год Сфирепствовала В Курляндии Это побудило Польского Короля Яна Собецкого В интересах Землевладельцев Заинтересованных В притоке Работников И сдать указ О свободном Жительстве Раскольников В польских Пределах И Согласно Летописи Дегутская Хроника Первая Организованная Группа старообрядцев Прибыли В Курлянди В 1659-м Году И в том же Году Старообрядцы Обосновались В деревне Войнова Община Существует До сих пор Первая Маленная Была построена В 1660-м Году Около Диноборга В деревне Легенешки И В 2003-м Году На этом месте Которое Уже вошло В черту Города Дагуфпилса Был установлен Памятный Крест В 1673-75 году Основывается Древнеправославная Община В деревне Ломы Вблизи Прейли Важным Центром Старообрядчества Стал Якобштад Созданный На месте Слободы Раскинувшейся На левом Берегу Двины И основанной Свободными Русскими Людьми В начале XVII века То есть Еще до Церковного Раскола В России И населенной Торговцами И корабельщиками Обслуживавшими Ответвление Водного Пути Из Баря В Греки Из России В Европу Через Ригу В этом месте На реке Начинался 50-километровый Участок С порогами Через который Невозможно было Провести суда Даже по большой воде Поэтому У пристани В Слободе Товары Выгружались На подводы И отправлялись Фридрихштадта Так раньше Называлось Яунгелково Где снова Размещались На суда И сплавлялись Вниз по течению В начале Раскола В Слободу Хлынули люди Не принявшие Реформу Патриарха Никона И Приехавшие Фактически К своим Единокровникам Поскольку Как я уже Упоминала Польский Король Ян Собецкий Приветствовал Прибытие Новых людей И на земли Которые Фактически Пустовали Превратили Зарастали Лесом Кустарником И так далее Потому что Некому было Их обрабатывать Вот очевидно Каким-то таким же Путем В Латвии Обосновалась Семья Кононовых Владимир Насколько вы Свою историю Вот сейчас Проследили До каких Примерно Годов И В каких местах Жили ваши предки Ну Историю Я свою Так сказать Не совсем Далеко знаю Да Примерно 1800-е Года Практически Это Это была Такая Семья Кононовых И Семья Кузнецовых Да Кузнецовые Жили в Ясмыже Они ее Когда-то Выкупили В Витебском Банке Будучи До того Купцами И Были Достаточно Зажиточными Людьми И Неподалеку Было Имение Покшина Которое Принадлежало Скажем Кононовым И И как бы Это Резыгненский Теперешний район Нет Это Прельский район Прельский район Это практически Зона Станции Аглона Примерно Ну Ясмой же Это сейчас Там Дом Музея Райнеса Который Был Одно Время Арендатором Имения И хозяйствовал То есть Он у Кузнецова Его арендовал Да Он арендовал Это имение У Кузнецова И Ну Какое-то время Там хозяйствовал Единственная Одна дочь Из Кузнецова У него было Несколько дочерей И один сын Дочь Дочь Вышла замуж За Кононова Это Моего прадеда И практически Вот эти Две семьи Как бы Мои предки Ну Сам Кононов Вот по преданиям Что он Он занимался Подрядными работами На строительстве Восточной Китайской Железной дороги Да Но там Были какие-то У него проблемы И его парализовало И в конце жизни Он как бы Парализован И не Ну Семья как бы Обеднела Да Ну Мой дед Он был Каким-то Нацитым Ребенком В семье Но тогда Дети Так как сказать Все не выживали Несмотря на то Что семья была Ну достаточно Зажиточной Наверное Для тех времен Потому что Имения были Достаточно большие Земли большие были И По моему понятию У него По моему Знанию Да У него было У деда было Два брата Как минимум И две Сестры Двух сестер Я встречал В своей жизни Видел Братья Наверное Были постарше Или значительно Старше Да И соответственно Я их не видел Вот с этим Старшим братом Связана Диссидентская История Номер один И Ну да Представление Вашего деда Перед императором Российским Николаем Вторым Да Ну не совсем Так Но Старший брат Харлампий Кононов Харлампий Иванович Наверное Он был героем Японской войны Вот так По семейным преданиям Когда с дедом Я разговаривал И У него было Четыре соответственно Этих Золотых Христа Офицерских Он был Он уже был Не старовером Он как бы Принял православие И Этих героев войны Была Аудиенция У царя И Царь исполнял Как бы Если есть какие-то пожелания У его гостей То Он как бы Исполнил Эти пожелания Ну и Пожелание старшего брата Моего деда Было такое Что нельзя было бы Моего деда Как бы Ну Позволить Негосударственное обеспечение Учиться В кадетском корпусе Империи То есть он Походатайствовал За своего младшего брата За Ивана На что Царь спросил Если А в чем тут проблема Да Он сказал Что семья Обеднела И А еще проблема в том Что его младший брат Старовер На что Царь ответил Только А ты Да Но он сказал Что он принял Православие И Царь больше ничего Не ответил Ушел Но указ был Подписан И Мой дед Я думаю Что был единственным В империи Который закончил Сумской Кадетский корпус И Стал офицером Царской армии Из Староверов Я думаю Да Поскольку у него Там были Проблемы Из-за того Что он Крестик потерял И так сказать Его там Пытались Как-то немножко Как бы Как Староверам Относились Достаточно Предвзято Наверное Или как-то Да И они не имели Права быть На государственной службе Ну вот Такие исключения Вот Были В истории Империи Но я хочу Пояснить Что Эти Трения Между властью И староверами Они Были Взаимными Потому что Многие Староверские Общины Не признавали Царскую Власть И Там Не молились За царя В своих Так сказать Богослужениях Поэтому Возможно Вот Это было Такое Ну Недоверие И Ограничение В правах Потому что Они Как бы Не вполне Были лояльные Граждане Страны Ну они Практически Не признавали Церковь Как таковую Как структуру Да И у Староверов И сейчас же Есть моленные Дома Которые Не имеют Общей структуры И каждая община Да Имеет Свою моленную И в этой Своего наставника Своего наставника Да И не признают Какой-то Церковной Иерархии Да Ну я сам Как бы Не старовер Да Я не крещённый Поэтому Как бы Меня старовером Тяжело называть Но я потомок Это точно Да Хорошо И вот После Сумсу Успел Ваш дед Окончить Кадетский корпус Когда началась Первая мировая война Да Он уже закончил Кадетский корпус Участвовал В Первой мировой войне Тоже получил Одного Золотого Георгия Но Но Поскольку Началась Революция Или Тогда Офицеров Которые Которые Ну в принципе Офицеров Просто расстреливали Да Тоже рассказывал Эти страшные истории Да И он практически Свой Свой орден Закопал На Украине Где-то И там он до сих пор Лежит Я думаю Что он там лежит Да Потому что Но он благодаря этому Тоже и остался У живых Он как-то По всей этой Революционной Передряги Он как-то Добрался обратно До Латвии Да До своих Родных Родных Да И практически В Латвии Провел всю свою Сознательную жизнь Был землемером В Долгопилском Окруке Или как он там Назывался Да Принято Наверное Да И он был Мерил землю Ну по всей Латгалии Вот От Долгопилса До Обраны То есть он получил Еще гражданское образование Помимо военного Да Он был землемером То есть геодезистом И А заканчивал он Практически уже В наше время Он был преподавателем Рижского строительного Техникова Преподавал студентам Или учащимся Геодезе Владимир Вот вы вспоминаете Свои встречи с дедом И Говорите о том Что он на вас Очень сильно повлиял В чем было это влияние Ну как бы Своем Такое детство Наверное Я просто провел В такой Ну как бы В благодарной семье Для меня Да Поскольку Мама Мама не работала Отца призвали После окончания Латвийского государственного университета Призывали в армию Он был инженером-строителем Советской армии И соответственно Путешествовал по всему Советскому Союзу Я помню немножко Архангельск Кострому И оттуда как бы Мы вернулись обратно В Латвию И И Деда как бы Я вот В детстве не видел Да И как бы Мне его может быть Не хватало Или как-то Может быть Если так можно сказать Да Но в то же время Когда я Последнее Окончил 22-ю Рижскую школу Да Вот тогда я практически Жил с дедом Да Я прожил с дедом Ну вот два года Вот этих юношеских лет Наверное От 15 до До 19 лет От 4 года Даже получается Да То есть как бы С дедом мы жили Как бы Общались вместе Он часто Часто вспоминал Свою молодость Кадетский корпус Армию Он не любил Вспоминать Свои Пленения Которые он был Он и в первую войну Был в плену И во вторую Мировую он был Заключен В лагерь Сала Спилс Да Откуда За что? Ну он был Свободом мысли У него было всегда Да Он всегда говорил То что думал Никогда не скрывал Своих Своих Взглядов Мнений Есть И думают Что он просто Где-то Где-то в рижской Не знаю Там Пивной Или чем-то Высказал свое мнение Об оккупации Гитлера Ну и соответственно Кто-то Он на него донес И его забрали В лагерь А как он выжил? Он же уже был Не молодым человеком В это время Ну он очень не любил Рассказывать Про этот период Да Но Он сказал Что он выжил Благодаря Честным людям И как он Он в принципе Не очень любил Большевиков Или коммунистов Да Но он сказал Что в концлагере Он их встретил Да Поскольку они там С ним делились Последней картошкой И как-то он выжил Ну немцы еще Они к своему имуществу Наверное Относятся Достаточно педантично Они Лагерь вывезли Когда советская армия Подходила к Риге В 44-м году Наверное Да И Деда Их в вагонах Перевезли В Австрию По-моему В концлагерной Гамм По-моему Да И там У вас вывезли Американцы И после этого Как бы тоже Где-то год Прожил в фильтрационных лагерях И потом вернулся В Латвию А он вам объяснял Почему он Не остался Там В западной зоне Окупации Хотя была Такая возможность Ведь жители Прибалтийских Республик Американцы В принципе Не выдавали Советскому Союзу То есть Давали им Возможность Остаться На Западе Почему ваш дед Вернулся Ну Как бы Я думаю Что его Зов к родине Или К месту Где он родился Где его Скажем Сестры остались Он правда Не верил Что его семья жива Да И не верил Что кто-то жив Но практически Из семьи Никто не пострадал Отец Тоже как-то Успешно В этом всем В этих передрягах Пережил их Как-то И остался Жив И его Как бы Не трогать Это ваш отец Его сын Да У деда был Единственный сын Мой отец Да Он как бы Один ребенок В семье был Владимир Иванович Да Он Владимир Иванович А дед в свою очередь Был Иванович Ну и отец Как бы Тут всех мальчишек В сорок четвертом Сорок третьем годах Оккупационные Администрация Призывала в армию Да Соответственно В основном Латышей Наверное Призывали В АФНСС Русских В свою очередь Призывали Просто в вермахт Да И мой отец Попал Попал В эти Структуры вермахта То есть он не был В легионе А был в каких-то Вспомогательных Подразделениях Как я понял Русских в легион Вообще не брали В легионе Были только Латыши А русские Были В вспомогательных Частях Гитлеровского Вермахта То есть Их называли Как бы Исполыги В то время Да То есть Они были на подсобных Работах Строительных И так далее Ну он как-то И там Случилась еще Одна диссидентская История Ну когда Когда его отца Или деда Забрали Забрали В концлагерь Да То Отец Нашел где-то Оружие Ходил с оружием И тогда Перед какой-то Там этим самым Перетряской Они не имели Права иметь Вот эти помощники Да Они не имели Права носить Оружие У него это Оружие Нашли И за Этот проступок Его как бы Осудили На тюремный Срок И В свою очередь Когда Русские Части Подходили К Риге Да То всех Из тюрьмы Выпустили Да На работы На строительство Траншей Или укреплений Для немцев И соответственно Мой отец Умудрился Дезертировать И скрыться Да И вот Когда Немцы уходили Русские Приходили Как-то его искали И те и другие Но каким-то чудом Он спасся Да Его не призвали В советскую армию Сразу И как-то ему Все это Сошло с рук Сошло с рук Да Он поступил В университет И в 50-м Году Закончил Наверное Латвийский университет Строительный факультет И стал Инженером-строителем И после этого Сразу Опять же Армия Им заинтересовалась Советская Да Его призвали В армию У него выхода Там тоже Никакого не было Или в армию Или опять же В тюрьму В столянское время Было достаточно жесткое Ну да Это была Всеобщая Воинская Обязанность Уклоняться От нее Это было Уголовное Преступление Ну это как бы У него Он как бы Стал Инженером-строителем И первый Его объект Это был Кроспиловский Аэродром Который он строил Тогда мой брат Родился И дальше Были Архангельск Кострома И другие объекты Да Последние Оттуда Он как бы Последняя Его работа В России Наверное Был какой-то Главк Главк В Костроме Военная Проектировочная База Которая Ну во время Учебы В университете Случилась История Со знакомством С вашей мамой Вот про маму Расскажите Ну мама Это сейчас Целая отдельная история Да это немножко Я уже совсем Не старовер Да это немножко Она была Такой партийной Активисткой В свою очередь Подпольщицей Да Здесь как бы Две стороны Встретились Да Если мой дед Был таким В принципе Он видел Ленина И Троцкого И всю Эту интересную Историю Мне рассказывал И как бы Он не любил Весь всю эту Большевистскую Историю Которая была Да В свою очередь Моя мама Она как бы Была Такой Подпольщицей Коммунисткой Да И прошла Даже Она была В этой Латвийской Забыл Какой-то Пол Который Создавался Под Смоленском Латвийская Дивизия Советской Армии И она Она воевала На Красной Стороне Во время Великой Отечественной Да Она воевала На Красной Стороне Во время Великой Отечественной Войны И тут Переходили По-моему Они где-то От Волхова Шли На Латвию Что-то такое Всегда встречались Отец И это И это Определило Ваш Выбор Профессии Когда Вы В детстве Играли Этими Бетонными Кубиками Заготовками Которые Делают Тробы Бетона С каждой Партией Это детство Мое Было Такое Детский Сад Не ходил Наверное Тоже На мне Сказалось Немножко Я думаю Что в лучшую Сторон Поэтому Я как бы Все время Был Либо Либо На армейской Стройке Либо Либо С мамой Либо Что-то Такое Да Поэтому Как бы Все время Был Брат рядом Еще был То есть Как бы Семья Была Достаточно Дружная И Дома Ваши Родители Говорили По-латышски Ну Поскольку Да Поскольку Эти 50 Они тоже Достаточно Тяжелые Годы Я думаю Что первую Квартиру Мы получили В Костроме А так Были Всякие Съемные Углы В чьих То Избах Или В основном В избах Да Или Просто В казарме Да И практически Родители Говорили На латышском Чтобы Чтобы То ли Хозяева Дома То ли Кто Не понимали О чем Идет Речь И практически Так У меня был Как бы Латышский И русский Язык Одновременно Да И как бы Мне даже Тяжело Иногда Отвечить Ну как бы Иногда Ищешь слово Как же Это называется То ли по русски То ли по латышски Ну как бы Так Двуязычие Такое Да И В вашем детстве Родители уже Переехали Опять В Латвию Отец Попросился На работу В Плявине Нет Это армейский Перевод Его Просто Он попросился В своих армейских Главках Московских Наверное Что он хотел бы В Латвию Перейти Работать Да И тогда Благосклонно Это все было И он попал Ну стал Сначала был Главным инженером Этого комбината Там было Две военных Должности В этом комбинате Остальные все Гражданские Наемные Работники И соответственно Он там строил Такой город Плявине Я в свою очередь Был таким Паймальчиком Семейным И мне не понравилось Что я В школе Не совсем хорошо Понимаю Но в то же время Получал хорошие оценки То я попросился Уехать в Ригу И так я Девятый Десятый Заканчивал Классы в Риге И каким-то образом Попал Я думаю Что в лучшую Рижскую школу До того времени Это была Двадцать вторая Средняя И успешно Ее закончил Вам кто-то рекомендовал Двадцать вторую школу? Почему вы выбрали ее? Я думаю Потому что папа Навел справки Навел справки Я там вообще Ничего не был Я был такой Мальчик из деревни Который приехал в Ригу С открытым ртом Смотрел на всех Своих Классных Товарищей А это были А это были? Там были Многие там люди Там я думаю Что был лучший преподаватель Физики Города Риги Был в того времени Да такой Алексей Павлов Гаврилов Если я не ошибаюсь Конечно Потому что с именами У меня Некоторая проблема есть Который Скажем Из меня Абсолютного Двоечника Сделал Скажем Человек Или ученика Или абитуриента Который С физикой У которого Не было вообще Никаких проблем Да А Владимир А почему Вот Его подход Гаврилова Гаврилов Да его фамилия Я думаю Что да Ну Творил такие чудеса С ребятами Чем он мог вас Ну 15 лет Это такое время Буря и натиска Доказательства себя Там и так далее Трудные подростки Обычно в это время Случаются Ну я наверное Тоже был таким Ну как Ну Я был как бы Не совсем трудным подростком Но друзья У меня были такие Все такие Немножко хулиганистые Париги Мы Все спортсмены Боксеры Я был очкариком И сейчас я очкарик Да Только в линзах хожу Поэтому мне как бы Физкультура всегда была Запрещена Более менее И как бы Друзья такие Ну у меня просто рижский Этот весь Весь наверное Рижская жизнь Вот эти Поскольку жил я практически один С 15 лет Дед был Деда была Жена Другая Третья Да И он практически Ну иногда То есть он к внуку приходил Когда ему хотелось Выговориться Да И он мне что-то рассказывал Вот так я жил Жил в его квартире Ну сам себе предоставленный Но родители естественно Давали деньги Ну все свободная квартира Да Поэтому так немножко Весь класс тусовался у вас Очевидно Ну не весь Но некоторые Некоторые Скажем товарищи С которыми мы крутились Это в принципе тоже был Как бы Ну Со стороны пришедший Ученик Да То есть я так В класс сразу Совсем не сдружился Да Ну было у меня там Один-два таких товарища Которые С которыми мы общались Да Ну Ну сейчас Сейчас иногда Мы встречались с классом Да То есть вспоминаем молодость Так немножко странно Что это все быстро прилетело Так в чем был подход Гаврилова Как он вовлекал вас в физику Ну он практически Учил физику лекциями Да То есть учебник Учебник у нас был Как бы для Для поиска ошибок Учебники Или каких-то там Проблемных Непонятных страниц Да В основном была лекционная система Сам Этот Преподаватель физики Он закончил Московский физтех Наверное Самый престижный Университет Тех времен Да и по сей день В Советском Союзе Да Все его друзья Были Были Всякими академиками Физиками Атомщиками Да Ну Я думаю Что он тоже был репрессирован В какие-то 50-е годы Да Он был достаточно Одинокий человек И Ну как бы Я думаю Что ему было тоже Ну как бы Психологически тяжело Но ученики его любили Я думаю И самое главное Что его любила школа Да И Я всегда удивлялся Ну вот он курил в классе Без всяких проблем Иногда Запивал Но тогда Чтобы Чтобы Нагнать Уроки физики То То Зауч Школы Перекраивал Весь график У учебы Уроков И была физика 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 Ну я думаю Что он считался Лучшим Учителем физики В городе Риги И когда вам перекраивали И давали лекции Гаврилова Там По две пары Условно в день Вы не бунтовали А наоборот Абсолютно нет Все ученики Его любили Он в классе Даже Он как-то Класс делил На На Которых Он ставил Какие-то Свои Учительские Надежды Да И на тех Которых Учить бессмысленно Те получали Спокойно Свои Удовлетворительные Оценки Да А тех Из которых Можно было Что-то Что-то По его понятию Выучить Да Он как бы С тех Спрашивал Требовал Имел Специальный Подход Какой-то В том числе И ко мне Наверное Что меня Это все Заинтересовало Хотя Я не был Плохим Учеником Я так считаю Вы же были Пай-мальчиком Вы не могли быть Плохим Ну да Я до того Был пай-мальчиком Но когда жил один Наверное Был не совсем Пай-мальчиком Итак Вы Благодаря Гаврилову Вы учили Физику Да И поступил Это была Единственная Пятерка На моих Вступительных Экзаменах В Рижский Политех Хотя сам Гаврилов Вам 4 поставил В аттестат Да У меня была Четверка В аттестате Но при поступительных Экзаменах Была Единственная Пятерка При поступлении Я поступил На Дорожный Факультет Латышскую Группу Поскольку Русских Групп не было То есть В принципе Эта специальность В РПИ Преподавалась Только на Латышском Азыке Да Только на Латышском Преподавались Дороги И практически Такая была Ну национальная Специальность Скажем Была Чисто Латышская Но поскольку Вы в семье Говорили по-латышски То для Вас Проблем не было Учиться На латышском Ну многие Друзья Друзья Скажем По 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 учебе В политехе Да Они как бы Удивлялись Почему я русский Да По паспорту Хотя В свою очередь Удивлялся Как может быть Владимир Кононов Не русский И Дорожная Специальность Это у Вас От отца Пошла Ну Наверное Да Но не совсем Я как бы Я дороги Как бы Наверное Все-таки Отец Советовал Да Я с ним Как бы Обсуждал Я хотел На строительный Факультет Поступать Да И там было Специальностей Достаточно много По-моему По-моему 12 или 13 Да И Как бы Что выбрать И как бы Мы с отцом Как бы Это обсуждали Что выбрать Да Что дороги Перспективные Более Да Что это Ну Дороги К сожалению До сих пор Перспективная Специальность Может быть Скоро уже летать Начнут на дронах И дороги Так В таком виде Как они есть А Вы помните Дороги Своего Там Отрочистого Детства Как вы ехали В Ригу Я помню Я помню Тогда не было Плявинской ГЭС Была Достаточно узкая Пыльная дорога Из Плявиня С до Риги Это занимало Где-то Ну 3-4 часа Езды На На Автомашинах Того времени Ну Армейская Автомашина Это был ГАЗ-66 По-моему Или ГАЗ-69 Извините Да Ну Газик маленький Маленькие газики Такое Там было Это комфортабельный Был Пятиместный Такой Как бы И были Восьмиместные Такие Более грузовые Да То есть Оба вида ГАЗиков Было Я на них катался Уже наверное Снадцати лет Наверное Отец Отец давал Водить машину И как бы Это мне было Как бы Не чуждо Поэтому А когда появилась Асфальтовая дорога На этом Участке Ну Эта дорога Строилась постепенно Я думаю Что это Это Начало Семидесятых Годов Появилось Асфальтовая Мы приехали В Пляйвнец Это 62-3 Наверное В 64-м Построили ГЭС Если я не ошибаюсь Да Затопили Стабу Ракс В том числе Да Все эти красивые Берега Дауговые Пропали Да Поскольку Все пороги О которых Вы говорили Скрылись Под водой Да Но Все равно Река стала Все равно Несудоходной Поскольку Этому мешает Теперь Плотина ГЭСов Ну и отсутствие Спроса На судоходство Из варягов Греки Уже больше Не возят Я так интересовался Когда-то Река Даугова Была Самой Лосось Считалась Сорной рыбой Почти Что да И были Крестьянские Волнения В каких-то 1600-х годах Из-за того Что крестьян Кормили только Лососем Поэтому Давно Времена Были Такие Да И После Окончания Не Ну давайте Еще Вернемся Не к окончанию Не к окончанию А к разговорам С дедом Вот Он вам Рассказывал О кадетском корпусе О том Как он там Встречался С великими князьями И так далее Какое у него Было вообще Отношение Вот Ну Понятно Что По каким-то Своим Может быть Причинам Образования И так далее Он не очень Любил Большевиков А Как он Ну Воспринимал Допустим Латвийское Государство Как он О нем Рассказывал Вам Ну О золотых Временах Ульманиса Ну Он Он всегда Он практически Очень плохо Говорил По-латышски Да Но он Был на Госслужбе Он Всегда Так сказать С теплом Отзывался О своих Коллегах Он Достаточно Так сказать Им надо было Во времена Ульманиса Создавать Поскольку До Ульманиса Было Три государственных Языка В Латвии Да То есть Латышский Немецкий Русский То после После Приходу класти Ульманиса Да То Началась Латышизация Ну Можно так сказать Да Там Меняли фамилии И что только Не делали Ну Это Как бы Жить В этот Самый Пио Такой Нам Мы как бы Живем На таком месте На такой Территорию Которые Наверное Все время Меняются То власть То направление То ли что Да Но Дед Вот Практически Ну С трудом Общаясь На латышском Языке Всегда Ему ставили Удовлетворительную Оценку По экзамену На госязыке Который Надо было Уже в то время Сдавать Да И Он работал Вот Землемером Да То есть Ну Отгалии Наверное По-латышски Можно было Даже и не знать Я думаю Что и сейчас Многие не знают Латышского языка Спокойно живут На своей земле Или То есть Его оценили Как профессионала И Я думаю Что да Ограничений у него Не было По профессии Ну я думаю Что они работали Всегда в группе Поскольку Геодезия Это не один человек Да Это кто-то Кто-то Скажем Находится у инструмента Кто-то С мирной лентой Или линейкой Ходит Да То есть Это такая Групповая работа Но он Перемирил Я думаю Что Большую часть Латгалии Это его Времена Поскольку Тогда усадьбы Все делили В том числе Обе Обе Усадьбы И я с мужем И Покшиной Их как бы Поделили земли Между Между новыми Хозяемами Да Там много Появилось Соседей То есть Получается Что у ваших Родственников Отобрали землю Частично Ну да Ну как Так это было Мы же Да Лишины Слайки Такие были Да Поэтому делили Поместья Это были 20-е годы Да Аграрная реформа В Латвии Да Ну самое интересное Вот сейчас читаете Старые Эти всякие Бумаги Я так перебираю Периодически У людей Такая жизнь В деревне Была достаточно Сложная Там были Налоговые Налоговые Эти самые Сборы В основном Натуральные Да Там надо было Сдавать зерно Лен Картошку Там все это Переписано Это типа налогов Было на На хозяйство Там Поэтому Как бы люди На селе Жили достаточно Ну все время Работали Если земля была Работали То Жили нелегко Поэтому Немножко в Риге Наверное Жизнь была Немножко другая Буржуазная Другая И золотая Да Ну тогда были Насколько я понимаю Бабушка была Учительницей Дед Дед Наверное Тоже учительствовал В то время Уже Что-то такое Было Катарижское Мореходное Училище Он там Что-то Преподавал Поэтому Не было у него Особой Ностальгии По временам Ульманиса Единственное Что практически Он Как бы Эти все Пенсионные Дела Поскольку Все эти Перевороты Предыдущие Годы Для людей Которые Все эти Передряги Пережили Да Они все Списывались Или обновлялись Сейчас Модно Наверное Было бы Говорить И начиналось Все сначала Поэтому Дед Наверное До пенсии Пенсию Получил Где-то После Семидесяти Уже лет Если кто-то Над кем-то Там Говорит С высока То это Нехорошо Поскольку В принципе Я думаю Те люди Которые Носители Этого Языка Им и Определять Это язык Или Как его Называть А со стороны Кого-то Критериковать Это всегда Легко Но я считаю Что это Неправильно Итак Сегодня Мы Рассказываем Наверное Первую часть Истории Староверов И диссидентов Кононовых И Опять-таки Вы упоминали О том Что Дед На вас Очень повлиял То есть Он Вам Привил Какой-то Ну Может быть Альтернативный Взгляд На События На историю На людей Думаю Что было Самое ценное Поскольку Мой отец Был один Ребенок В семье И соответственно У меня был дед Бабушка Рано ушла Умерла То есть Я ее Практически Не видел Со стороны Отца На фотографии Которую мы Хотим поставить На ютубе В анонсе Нашей программы Как раз Ваш папа Мальчиком Изображен Вместе с мамой И с папой Своими В свою очередь Со стороны Мамы Были У мамы Была Сестра И два Брата То есть И у всех Были дети Как бы Там было Немножко Как они Были по фамилии Фамилия у них Вообще Очень интересная Добелман Были Сейчас Меня как бы Нашли Эти троюродные Сестры Братья Из Курляндии Они родом Из Талсинского Округа И вот В Талсинском Округе Возросла Ваша Мама Большевичка Да 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 Там Как-то Они Наверное Были Достаточно Бедны Тоже Были Крестьяне Достаточно Бедны Наверное Были Поэтому Где Где Когда Они Перешли Сюда В Ригу Я даже Фактически Она ушла Она Перебралась Как-то В Советский Союз И там Где-то В этих Когда После 40 Года Она оказалась В Риге Ну да После 40 Года Правильно Она оказалась В Риге Тогда Да Ну появилась Наверное Работа Начались Какие-то Ну Партийные Поскольку Была уже Другой режим Она как бы Уже Была С той стороны Да И То есть Она как раз Оказалась На стороне Правящего Ее Эти самые Как бы Беркловс Который Был известный Тут тоже Такой партийный Деятель Который Пострадал В хрущевские Времена То есть Она была С той Компанией Людей Каунберс Который Был тут В Латвии Насколько я помню Такой мэр Лиги Баум Минист По-моему Был Тогда пользовался Какими-то связями В советское время Доставал билеты Министерстве культуры Помню Замминистра Или кто-то Там иногда Звонил Какой-то билет Достал На редкие концерты Да Ну вот Вся советская система Когда можно было Что-то Ну когда Все было Если у вас были знакомые Да Если знакомых не было То было тяжело Достаточно С билетами На концерт Не только Все было Все было Как бы Тогда было Такое понятие То есть Добелман Это фамилия Какая-то Ну вот Из У меня такая История была Что это голландская Фамилия Да Но вот Общаясь С курлянскими Родственниками Да Или курзумскими Да Там Они как бы Не уверены в этом Да Поэтому я тоже Немножко засомневался Но когда я Жил маленьким То говорили Что это кто-то Из прадедов В петровские времена Петр Когда был 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 В Голландии На изучение Этих морских судов То каких-то крестьян Он сюда пригласил В Каких-то мастеров Может быть В империю Да Они как бы В Курзуме Или Курлянде Этих времен Им дали какую-то землю Ну это такая история Была у моей семьи Но вот Родственники Со стороны мамы Да Поскольку там Там есть Такая Ну Потомки Брата Моего деда Со стороны Мамы Такого Генриха Добалмана Вот У него был брат Вот потомки брата Как бы Мы с ним Начали общаться Собирались Этой Весной Как-то встретиться Но тут пришел Вирус Его не встретились И мы не встретились Да Только по телефону Иногда говорим Понятно И бабушка Со стороны папы Рано умерла Дед остался Она умерла Где-то в 50-е годы Я так думаю Да Примерно То есть он Отдал вам то Чего не отдал Своему родному сыну Наверное В какой-то мере Возможно Да Поскольку там Как бы Ну Дед у меня был Такой достаточно Примечательный Наверное В Риге человек Он сильно пил Много курил Но вот У него как он был Такой курчавый На фотографиях Такой он И был Только немножко Посидевший Да У него даже Лысина у меня была Это меня немножко Всегда Как бы я Не в него пошел То есть он был Красавец-мужчина Он был Да Я так думаю Что он был Красавец-мужчина Но у него была Вся эта самая Офицерская закалка Тех времен Да Он всегда Всегда уступал Дамам место И То есть он был Такой Джентльный Он говорил Про эту самую Офицерскую гордость И прочие Такие дела Поскольку Когда он учился Он там Учился С принцами И Великими Князьями Они правда Корпусы меняли Все время Да Эти Дети Дети Скажем Инператорской фамилии Ну да Там всякие были Принц Кандет Там был По словам деда Да И Поскольку После Наполеона Французам Дали какие-то Земли в империи И Великий князь Там Игорь был Да Который Который был Сын Брата Николая И они Как бы Когда он Заканчивал корпус Ну не заканчивал А перед окончанием Они как бы Пришли Вот Это тоже корпус Заканчивали Да То есть То есть Они как бы Вместе там Пусили в этом корпусе Ну Дед там Был Еще тот фрукт Наверное Да Поскольку Он как Рассказывал Что у него При 12-бальной системе Оценок был Кол по поведению А Понятно Да И И когда он Заканчивал корпус То Вот Он Командующим Корпуса Пожал ему руку И сказал Спасибо Кононов Что вы от нас уходите На что Дед Сказал Спасибо Что вы Меня держали На что Командующий Ответил Что Ну Вас К сожалению Выгнать Нельзя было Поскольку Вы были По повелению Императора Зачислены В корпус И Если вас Отчислять То надо было бы Беспокоить Императора Да Но вы были Просто хулиганами И Спасибо Вам Что вы Закончили И Уходите От нас Ну Тогда Дед Говорил Что он Очень Сильно Расстроился Но Это Временный Начальник Сказал Что Слава Бог Что Вы Этого Не Знали Владимир У нас Время Программа Подходит К концу У нас Есть Телефонные Звонки Мы Видим Что Вы Нам Дозваниваетесь К сожалению Мы Не можем Уже Наверное Ответить На Звонки Но Мы Давайте Договоримся С нашим Гостем Сегодняшним Владимиром Кононовым О том Что Мы Может Встретимся Еще раз И Он Расскажет О дальнейшей Диссидентской Истории Староверов И Его личной И не только Староверском Диссидентстве Сегодня Мы С вами Дорогие Радиослушатели Вспоминали Историю Староверия В Латвии Которая Идет С 1660 Года И 1659 И У нас В гостях Был Владимир Кононов Один Из Представителей Этой Генерации Людей Вся Семья Которого Жила И работала В Латвии И Он сам Тоже всю Свою жизнь Посвятил Нашей стране Спасибо вам За внимание До встречи В следующую пятницу Спасибо